И я знаю еще одну фразу, слава Богу! Я выучила это давным-давно. И до того, как я вышла замуж и ходила за покупками в продуктовый магазин в Атланте, в Джорджии, там была женщина в этом магазине продуктовом, отвечающая за овощной отдел. И она была с Украины. И когда у них были овощи, которые я хотела, я говорила, слава Богу! И она всегда смеялась, и я задумалась, правильно ли я произношу эту фразу. И она стала очень дорогим другом для меня. Поэтому я воздаю сейчас славу Богу за то, что я здесь нахожусь с вами. Чтобы иметь вот это видение, чтобы видеть ваши лица, ваши улыбки, и видеть Иешуа в ваших сердцах. Я благодарю вас за то, что вы сидите здесь по три часа, каждый вечер и не уходите. Потому что иногда в Америке люди смотрят на часы и уходят раньше со служений. Но спасибо, что остаетесь до конца, и спасибо, что ваши уши слушают. Бог дал по своей причине нам два уха и всего одни уста, чтобы мы умели слушать. И я не буду говорить слишком долго. Вчера вечером мужская половина доктора Сайфа, мы оба доктора, говорил, Говорил из книги Ефесян, затрагивал вторую главу, и был стих 11 у нас, и несколько последующих. И чтобы добавить, так сказать, послесловие к его словам, мы затронем обрезание наших сердец. И вот апостол Павел, Равин Павел, в 11 стихе говорит нам, потому помните, что когда-то вы, вы язычники по плоти, называемые необрезанными, называемым обрезанием по плоти, обрезанием по плоти рукотворным. Что вы были в то время без Христа или отделены от Мессии, отчуждены от общества израильского, и были чужды заветов обетования, не имели надежды, и были безбожники в мире. И мы знаем, что он обращался к язычникам, не евреям. Мне нравится смотреть на 13, 14, 15 стихи. И для меня это личное. Но сейчас в Мессии Иешуа, во Христе Иисусе, вы были некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно, это слово «ехад» на иврите, «единство», и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, вражду упразднил Он плотью, а закон заповедей, учением, дабы в Нем Самом, Он мог сделать из двух, создать себе одного нового человека, устрояя мир, это шалом с еврита, и в одном теле примирить обоих с Богом, через крест, убив вражду на Нем. Я хочу говорить с вами об вот этой стене, об этих разделениях, а потом о кресте, с еврейской точки зрения. Вчера я говорила вам, что я была расисткой, еврейкой и расисткой. И для евреев, в принципе, это определенная норма, и она воспитывалась так веками, что вот есть они, гои или язычники, и есть мы, евреи. И нас учили, что мы, как евреи, мы избранный народ. Мне не объясняли, для чего я была избрана. Мои родители соблюдали кашрут. Мне не разрешалось мыть посуду и убирать в доме у моей бабушки, потому что я путала мясные тарелки, ставила к молочным, молочные ставила к мясным. Мне не разрешалось ни с кем ходить на свидания, кто был не еврей. Звезда Давида была все для меня, а крест был вот для них, всех остальных. Это были символы только. Но я была захвачена, мне нравились библейские фильмы, фильмы о Библии. И через вот эти библейские фильмы Бог посеял семена Ешуа в меня. И через годы ко мне пришло осознание, что иудаизм — это было отделение от всех остальных, просто отделение меня. Начиная с того, что нас называли христоубийцами, когда я еще в школе училась. Кто такой Христос? Я лично никого не убивала. I remember eating my matzah at Passover and being belittled by others and crying and having to leave the cafeteria to finish my lunch. I was so sad. И я помню времена, когда я кушала мацу во время Песоха и слышала насмешки в кафетерии университетском, и мне приходилось со слезами уходить и где-то снаружи доедать свой перекус, свой обед. Потому что были только они и мы, язычники и мы евреи. И он, мой отец, называл их гаим, то есть, ну, конкретно язычники. То есть, он использовал гой, он использовал плохие, ну, плохое это слово, жесткое. Но то, что касалось нас евреев, мне это нравилось, меня это устраивало. Я хотела, несмотря на это плохое слово, идти и даже встречаться, на свидания ходить с этими язычниками, с гойами. Они были обычные люди, такие же, как я. Забегая вперед, после колледжа, я переехала в Даллас. Я пришла во время ланча к покаянию и познанию Ишоа Мессии через еврея покаявшегося и через нееврея покаявшегося. И в 1980 году были Олимпийские игры зимние и принимали хоккеистов из Советского Союза команду. Они были чемпионы, да, команда. Я не уверена, что здесь есть достаточно такие взрослые люди, кто помнят это. Но на следующей неделе я приняла решение, я пойду в церковь. Я никогда не переступала порог церкви до этого. Я считала, что ни одна динаминационная церковь не является хорошим выбором для меня. Но вот на этой церкви не было никаких символов, но был Иисус в их сердцах. И у меня есть инструкция, я получила инструкции от Бога на жизнь. Вот эта книга, она знает меня. И она знает каждого из вас. И Библия, она как банк, хороша только, когда ее открываешь в наших сердцах. И Бог много лет держал меня в этой церкви. Я ходила туда по воскресеньям, а каждую пятницу вечером я ходила в мессианскую общину на шабатное служение. И Он открывал мне, показывал, что такое ходить вместе, еврею, не еврею, вместе в Ешуа Мессии. Бог использовал мой большой рот, чтобы я могла учить в воскресной школе по воскресеньям. Я всегда был единственным евреем в школе с ешуа и говорила о том, что мы сделали для Эстер, для Пурам, для Ханукка. И я была единственной еврейкой там в церкви. И я объясняла на этих классах в воскресной школе, что мы делаем на Песах, на Пурим, на Хануку. Я поняла, что несмотря на то, что я одинокая женщина, я могу принести свой вклад и послужить как-то для церкви, поделиться тем, что я знаю. я сама себе задавала вопрос, что такая милая еврейская девушка, как ты, делает в церкви. Но он, тот верный, который начал свою работу в ваших сердцах, он верен и закончить ее, завершить. И для меня было просто важно доверять Богу, даже если я до конца не понимала, почему я такая счастливая, нахожусь в церкви и изучаю Библию. Но он хочет, чтобы мы были одним целым в Мессии и принять Христа и крест Его, чтобы это было нашим путешествием по жизни. И 18 месяцев назад я вышла замуж за Джефа, хотя до этого никогда не была замужем. И Бог использует нас двоих для еврейских верующих в Иисуса Христа, в Иисуса Мессию, чтобы мы могли делиться и рассказывать о Мессии с еврейской перспективы, с еврейской точки зрения и в мессианских общинах, и в церквях. И я хочу добавить небольшое послесловие по поводу звезды Давида и креста. по Божьей благодати, когда я пришла к покаянию, я абсолютно правильно поняла все о кресте. я понимаю, что написано, что написано в Иисусе 53, главе 6 стихе, что все мы блуждали, как овцы, и каждый отвернулся на свои пути, но все наши прегрешения Он понес на себе, возложил на себя. И я понимала, что ничего нельзя завершить полностью без креста. И Мессия положил свою жизнь за каждого из нас. хотя меня называли христоубийцей, я осознавала, что Он взял и мои грехи, и всех нас грехи Он взял для Его божественной, таинственной цели. И есть сила креста. И эта сила помогает проходить нам через нашу боль, через наши страхи и через наши сомнения. И если мы с Джеффом можем ободрить как-то в вашем путешествии по жизни к Кресту, к Христу, я бы хотела, чтобы вы сфокусировались на Нем и смотрели даже за Него дальше, то для меня это радость, если у нас получится это. Евреи и неевреи, одно целое в Мессии. Библия говорит, кто найдет добродетельную жену, тот благословен. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли ваши Библии на книге Ефесянам, начинаем с четвертой главы. И я хочу продолжить наше путешествие по книге Ефесянам. Я согласен делать такую ленивую работу библейского учителя, чем быть таким впечатляющим, делающим шоу и харизматичным. Я согласен делать плохую работу, представляя Его, чем хорошую работу, представляя себя. Потому что на самом деле Библия может говорить в нашей жизни и давать направление нашим сердцам. И Павел здесь разбирается с чем-то совершенно новым, что приходит в этот мир, в наш мир. Что-то новое произошло. И это не произошло в другой временной отрезок, оно произошло именно тогда, и это было абсолютно новым. И новое заключалось в том, что евреи и неевреи становились единым целым во Христе Иисусе. И что-то новое родилось, что составляло в себе частично евреев, еврейскую часть и нееврейскую. И он обращается к этой группе в Ефесе. Я хочу начать с Ефесианом 4, 1 и потихонечку двигаться дальше. И если вы начнете с первого стиха, мы читаем. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Заметьте, что он сам себя называет узником. И если вы вернетесь в третью главу 1 стих на минутку, он опять здесь себя называет узником. Я напоминаю вам, что автор был арестован и направлялся, и писал из тюрьмы. И это не оборот речи, это на самом деле он был арестован того времени полицией. Да, я теолог и пастор. Но я также выпускник офицерской школы полиции и работал полицейским. И вдобавок ко всему я очень люблю исследовать. И я люблю во все вставлять свой нос. И меня очень интересовал, за что же Павла арестовали. И помните, его биограф Лука, он описывает, за что он сидел в тюрьме. Итак, он за что-то был арестован, помещен в тюрьму и из тюрьмы писал эти письма. Давайте заглянем на минуточку в Деяния, 21 главу. И мы обратим внимание, когда, где и за что Павел был арестован. Итак, картинка, которая была до этого, Павел пришел в Иерусалим. Он уже много лет служил язычником и евреем. И если вы посмотрите в 21 главу, 17 стих, он приехал или вернулся в Иерусалим после трех путешествий. И написано, 17 стих, по прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно или в деталях, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они же, выслушав, прославили Бога. Он обращается к людям, которые живут в Иерусалиме посреди израильской или еврейской культуры. Павел провел большую часть своей карьеры за пределами Иудеи. И да, в этом языческом мире, не еврейском, он посещал синагоги, там, где он был. Но это были, то были говорящие на греческом языке синагоги и такие огреченные евреи. И он также встречался с неевреями, которые приняли Иисуса, и с греческими евреями, которые приняли Иисуса. И он пытался там соединить вот вместе евреев и неевреев служить Мессии. Но тут он в Иерусалим вернулся. Иерусалимская церковь, она очень сильно отличалась от Павла переживаний, она была очень-очень проеврейской. Павел уехал далеко, служил евреям и неевреям за пределами, и вот он вернулся к евреям в еврейскую церковь. И 20 стих говорит, что когда они выслушали его отчет, они прославили Бога. А потом они сказали Павлу, 20 стих также говорит, видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. И все они ревнители Торы. И здесь Иаков, и этот Иаков был братом Иисуса, сводным братом Иисуса. И он говорит, спасибо, Павел, что приехал, очень приятно. А теперь подойди со мной, посмотрим в окошко. Видишь, много людей собралось. Тысячи людей. Мириады означает тысячи людей. И посмотри, вот эти евреи, они тоже уверовали в Иисуса. И они очень ревнуют о Торе. Они очень традиционные и они хотят следовать Торе продолжать. И им рассказывали о тебе, отступлению от Моисея. Окей. И они и от тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея. Говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Павел, мы так рады, что ты здесь сейчас с нами приехал. Мы рады, что там где-то евреи принимают Иисуса. Но мне честно придется тебе сказать, брат, мы многие очень злимся на тебя. Мы очень недовольны тобой. Потому что люди слышали, что ты говоришь забыть о Моисее, забыть обычаи, и это нас не радует. Итак, что же делать? Верно, соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Павел, у нас проблемы будут. Итак, давай сделай то, что мы тебе сейчас скажем. Итак, сделай то же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись вместе с ними и возьми на себя издержки на жертву их, чтобы они остригли себе голову. и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо. Но что и сам ты продолжаешь соблюдать Тору. Позвольте мне объяснить. Павел, слушай, люди здесь говорят, что ты вообще не почитаешь и отвергаешь иудаизм. А эти люди они любят Иисуса и любят иудаизм. И они не рады тому, что ты делаешь. Послушай, вот что тебе надо сделать. Мы вот в следующее служение пойдем в храм. И там будут люди, которые должны побрить голову, совершить обряды и сделать это публично. Павел, сделай то же самое, возьми нескольких людей и пройдите эти обряды. Послушай, чтобы все, кто увидит тебя, знали, что несмотря на то, что ты веришь в Иисуса, ты все еще еврей и продолжаешь следовать закону. И Павел говорит, хорошо, сделаю. Он пошел в храм и там его арестовала полиция. Если посмотрите в 27 стих, давайте проследуем историю до его ареста. И вот он в процессе соблюдения вот этих еврейских ценностей. 27 стих. Когда же семь дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутились. Иерусалимский храм было место, где люди приходили с разных концов света. Вы знаете, что в Ватикан приезжают римские католики со всего мира поклоняться. Мы знаем, что мусульмане едут в Мекку со всего мира поклоняться. Евреи со всего мира приходили поклоняться в Иерусалимский храм. И вот Павел в храме среди религиозных евреев. Но люди некоторые узнали его в храме. И они говорят, вот он, тот человек. Написано, что они возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, мужи израильские, помогите. этот человек всех повсюду учит против народа и человек этот повсюду учит и закона и места сего. Он предатель большой. Притом и Эллина ввел в храм и осквернил свое место сие. Этот парень ненавидит еврейскую культуру. И вот сейчас он язычников привел в храм там, где им не место. Если вы посмотрите 29 стих, Лука пишет, ибо предтем они видели с ним в городе Трофима и эфесянина и думали, что Павел его ввел в храм. И они думали, что именно его Павел и привел в храм. они подумали, они предположили. Если мы вспомним храм, внешний двор назывался двором язычников. Неевреи могли прийти в храм. Просто там были области, в которые они не могли входить. И вот люди говорят, а Павел не уважает наши традиции. Он ввел нееврея в ту секцию храма, где не должно быть неевреев. Он не просто неевреев в храм привел. Он вообще вот там среди язычников говорит, забудьте вы про Моисея, евреям там за пределами. Он плохой человек и он вообще предатель. И они возбудили толпу. Они привлекли внимание властей. И Павла арестовали в этот момент. И это было очень сложно в Иерусалиме. Куда? Павла должны были доставить в Кейсарию. И когда они везли его в Кейсарию, я тоже доставлял и перевозил заключенных как полицейский офицер в прошлом. Я арестовывал людей на улицах и помещал их в тюрьму. И я иногда приезжал в тюрьму, брал заключенных и перевозил, сопровождал их в другую тюрьму. После того, как Павла арестовали, когда они транспортировали его с одной тюрьмы в другую, посмотрите в 23 главу. 23 глава, 23 стих. Он призвал двух сотников приготовьте мне пеших воинов 200 человек, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи идти в Кесарию. Это не просто взять одного офицера полиции и транспортировать одного заключенного. Сотни сопровождающих военных, 70 человек кавалерии, чтобы перевезти одного заключенного. И не просто перевезти, они его еще ночью переводили. Они не хотели делать это днем, когда люди бы видели. Потому что привлекли бы много внимания в земле. Видно это было бы. Вот эта вся энергия, которая высвободилась там в храме. И вам бы понадобились все вот эти сопровождающие, чтобы доставить в целости этого заключенного. в тюрьме. И согласно записям, Павла перевозили в Кесарию, и он провел там два года в тюрьме. И в конце концов, как гражданин Рима, римский гражданин, его направили в Рим, доправили. И его перевозили в Рим на апелляцию. Но он все еще был в тюрьме. Из Рима они получили письмо в Ефес. Из этой тюрьмы, вот с этой дороги, они получили письмо в Ефес, в Колоссянам, и Филимону, и филипийцам. Эта вся пачка писем была написана в один и тот же период времени. И возвращаемся к книге Ефесиан. Павел упоминает опять, что он узник для Господа. Послушайте, он узник для Господа был, не просто он ходил и говорил людям о грехах, он его арестовали в храме. его не арестовали, потому что он верил, что Иисус воскрес из мертвых. Что привело Павла к проблемам, что смутило Павла, их смутило то, что Павел соединил евреев и не евреев вместе. И это привело смущение. Павел верил, что Бог творит что-то новое в мире, сотворил новое. что расизму и предубеждениям надо притихнуть. И что благодаря Иисусу люди могут собираться вместе. Евреи любят Тору хорошо, но они все еще остаются грешниками. Не евреи милые люди, но тоже грешники. У нас у всех одинаковые проблемы с грехом. И у нас у всех одно и то же решение, Иисус. Благая весь звучит не то, что Бог возлюбил так евреев, что послал своего единственного сына. Благая весь говорит, Бог так возлюбил мир, что послал единственного своего сына. И Павел хотел собирать людей вместе. Никто не знал, как это должно выглядеть. Евреи так не делали. Евреи говорили так, если не евреям нравится все, что у нас происходит, замечательно, они могут обратиться, стать евреями. приходите в синагоги, пройдите какие-то классы, мальчиков обрежем, пройдете через погружение, пройдете обращение, если вы хотите к нам присоединиться, вы должны стать нами. А Павел говорит, вам не надо становиться евреем, тебе надо получить спасение и получить Духа Святого. И это новая семья. Павел попал в проблему из-за этого. И они не поняли Павла правильно. Павел никогда не говорил евреям перестать обрезывать их детей. Павел никогда евреям не говорил, чтобы они перестали соблюдать кашрут. Павел никогда не говорил евреям, что из-за того, что они приняли Иисуса, они должны перестать быть евреями. То, что Павел говорил, что если не евреи, к ним прикасается Иисус, а им не надо становиться евреями, чтобы быть принятыми. потому что они приняты такими, как есть и в полноте приняты. И это абсолютно новое. И это вызвало проблемы. И 1 стих говорит 4 главы, и так я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. со всяким смиренно мудрием и кротостью, и долготерпением снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. есть абсолютно разные люди, которые собираются вместе в церковь. Люди приходят из разных культур, у них разные проблемы. Будьте смиренными друг ко другу, будьте терпеливыми. Он идет дальше, и 4 стих говорит, потому что одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми. и Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Он говорит, вещи, которые нас объединяют, это не наши культуры. Это не то, как мы практически соблюдаем обряды, потому что не евреи делали это по одному, евреи делали по другому. Знаете, что многие люди живут в интеллектуальных гетто. Некоторые из нас живут в пленении нашего мышления. Мы очень бедны интеллектуально, ограничены. На самом деле там огромный мир. И люди мыслят по-разному. люди переживают по-разному. Есть разные методы, как можно видеть какие-то вещи. Есть разные пути быть и существовать. А мы живем в наших интеллектуальных гетто. И иногда мы очень гордимся. И иногда мы думаем, о, мы лучше, чем другие. истинно заключается в том, что мы вот тех других вообще и не знаем. Знаете, это огромный мир, он 24 тысячи миль вокруг в диаметре. Во времена Павла человек не переезжал или не путешествовал дальше, чем на 100 миль за всю свою жизнь. Это где-то 160 километров за свою жизнь. Но вот если ты в армии, ты мог путешествовать. Но большинство людей знало свою деревню, свою ферму, знали свою культуру. Но церковь Христа, она будет состоять из разных людей. И ее призывают к терпению. к смирению к человечности. К умению учиться друг у друга. Это, кстати, одна из причин, почему я здесь стою. Причина, почему я стою на этом месте, не потому, что я лучше, чем вы. И не потому, что я умнее, чем вы. Причина, потому, что я стою здесь, потому, что я сидел там, где вы сидите, гораздо дольше, чем вы сидите. Я был студент. Я закончил бакалавра, магистрскую и докторскую в теологии. Я написал много-много-много книг. Прочвел много-много лекций. Я не все любил, что слышал, не все мне нравилось, но я научился быть уважающим, уважоценить. И я учился из всего этого. Я вышел из своего гетто и пережил больший мир. Поэтому я прихожу и делюсь теперь. И мы движемся дальше и читаем, что Павел говорит в седьмом стихе. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Не просто разные люди есть в церкви, этим разным людям были даны разные дары. 8 стих «Посему и сказано «Вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам». И в 11 говорится «Какие это дары?» Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Есть разные дары. Знаете, я увидел у вас тут брошюру о Сиде Роте, который должен приехать. Он евангелист, которого вся жизнь крутится вокруг Иисус, Евангелие и чудеса и чудеса, исцеление, чудеса Иисус. Я не Сид Рот. И есть замечательный брат, он из Южной Каролины, сейчас он пастырь в Германии, и он находится среди нас в этой комнате. Этот брат работает в сфере пророчеств и Словознания. Я не он. Иногда, знаете, у вас есть дар, и вы думаете, ну, все должны так иметь. Я могу сказать, Сид Рот не имеет докторских степеней. А я университетский выращенный профессор теологии. И у него просто вот куча эмоциональных переживаний и просто переживаний всплеск. я могу иметь отношение по-разному относиться к разным людям. И анализируя, я могу сказать, что я лучше других. А вот у брата пророческий дар. Он был научен пророками. А я был научен профессорами. И знаете, в моей докторской диссертации мой куратор моей диссертации работал свою работу с доктором, у которого диплом из Оксфорда. Ассистент, которая помогала в моей докторской, она получила свою степень в Принстонском университете. Это отличнейшие университеты и дорогие. И я выпускник хорошего университета. Всего их несколько самых лучших. В прошлом ноябре я получил сертификат из Гарварда. Я очень умный. А все остальные глупцы, что они знать могут? Вообще-то я играю словами сейчас, когда говорю это. Но люди, которых есть дар учителя, они все могут думать только об учительстве. Но люди, у которых пророчества, они могут только искать слово пророчества. А те, которые движутся в вере и в исцелениях, они только чудес ожидают. Но если вы посмотрите на церковь, церковь состоит не просто из разных людей, она состоит из разных людей, у которых еще и дары разные. И не все они будут походить друг на друга. И 12 стих говорит нам, для чего даны были эти дары, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И это будет продолжаться, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. В муже совершенного в меру полного возраста Христова или в полного понимания Христова. Послушайте, когда вы станете зрелыми, вы научитесь принимать отличия друг друга. Позвольте мне проиллюстрировать. после иллюстрации мы возьмем перерыв. И сейчас я хочу поговорить о супружестве. Позвольте мне сказать, мальчики встречают девочек. Девочки встречаются с мальчиками. И они радостны по поводу друг друга. Они начинают мечтать о жизни совместной. А потом они начинают жить под одной крышей. До того, как они начали это делать, у них были фантазии. Вот такая у меня жизнь с ней будет. Здорово. Прискушают. И она тоже начинает мечтать. О, с ним у меня будет вот такая жизнь и это будет хорошо. До того, как они начали фактически жить вместе, у них есть фантазии, мысли об этом. Но как только они начнут, вот тогда будет история. И иногда есть большая разница между фантазиями и фактической историей. Позвольте мне сказать, что происходит. все мальчики радостно воспринимают новость о девочках. А потом они женятся и начинают жить под одной крышей. А потом они начинают думать, так, мне скучно с ней. и раздражают она меня. И вообще ей надо немножечко поменяться. А вот здесь меньше вот этого, а здесь больше вот такой. Короче, мне надо ей сказать, чтобы она вот тут немножко поменялась. И если сразу это не произойдет, я настойчиво буду продолжать это делать. И в конце концов это же должно произойти, но ей же надо стать лучше. А девушка смотрит на парня и говорит, ну, вообще-то он мне нравится, но проблема есть. Ему немножко надо вот здесь поменяться и вот здесь поменяться и вот тут. Я скажу ему, чтобы он стал более таким или таким. И что происходит после супер? супружества, они начинают работать интенсивно друг над другом. Сделать другого более подходящим. Люди делают так. Мы с Берри поженились 18 месяцев назад. Я был женат больше 30 лет и моя первая жена благослови ее Господь умерла от рака. Я 61 лет Моей супруге 63 лет Мы подходим к супружеству с разных точек зрения и с разных путей. Мы более зрелые уже поженились. И это приходит только с возрастом. Когда мы готовы принимать нас такими, какие мы есть друг друга. Она не пытается поменять меня, чтобы я стал кем-то другим. Я не пытаюсь менять ее, чтобы она стала кем-то другим. Когда мы общались до нашего супружества, мы хотели быть просто очень честными, искренними друг с другом. Мы хотим быть настоящими друг с друг с другом. Мы хотим представлять себя такие, какие мы есть на самом деле. Что мы по-настоящему думаем и что мы по-настоящему чувствуем. И поэтому сейчас, когда мы женаты, у нас нет никаких сюрпризов. Но так не происходит, потому что ребята тупят. Позвольте мне сказать, что происходит. Мальчик встречает девочку, она ему нравится. И он начинает себя вести, ищет ракету, чтобы попасть в цель. И самолет вот такой, который миг, самолет, который летит, и вот ему надо в цель попасть, выпустить ракету свою. И вы же понимаете, пилот нажимает на кнопку, и ракета вылетает. ракета выпущенная, она следует за тепловым индикатором, который самолет излучает, но на тепло идет. И с того момента, как ракету выпустили, она не остановится, пока не достигнет своей цели. И неважно, что ей предстоит сделать на пути, она достигнет этого самолета. Мальчишки тупят. Когда парень встречает девушку, он хочет женщину. И он сделает все, чтобы впечатлить ее. Он скажет все, что угодно. он сделает что угодно. Он создаст публичную личность, чтобы впечатлить ее. Тебе нравится эта музыкальная группа? Мне тоже нравится. Он может ненавидеть эту группу. Он их никогда не слышал до этого. О, тебе красный нравится? Мой любимый цвет. он ненавидит красный цвет. Но он скажет вам что угодно. И сделает что угодно. О, ты баптистка? Я тоже задумывался стать баптистом. Он сделает все. Он тупой. Он просто ракета тепловая, которая цель ищет. и в его разуме ему нужна цель. Попасть в цель. Это вот такая их природа. Но после того, как он уже два-три года поживет с ней, у него кольцо на пальце, где-то там под ногами ползает ребенок в доме, она может быть уже беременна вторым. И он становится тем, кем он на самом деле является. Он сначала пытался ее впечатлить, но через время и обстоятельства он проявит тем, кто он есть на самом деле. И иногда вот в таких взаимоотношениях они узнают, что люди, с которыми они теперь живут, отличаются от тех, которые их впечатляли до этого. И поэтому он пытается работать друг над другом, чтобы снова их вернуть в то состояние, которое их впечатляло. есть много игр, которые пытаются играть, и они не работают. Самое лучшее, что вы можете делать, пока вы одиноки, представлять себя или быть тем, кем вы есть на самом деле. Потому что если вы собираетесь жить с ним, он узнает, кто вы на самом деле. Я был профессором в колледже больше 20 лет и встречал много парней и девушек молодых. И я говорил им, что он покажется неправильным. И я делился с ними, может это вам покажется не целесообразным, неправильным. Я не консультирую молодых девушек по поводу этих вопросов. Но периодически я говорю с молодыми парнями. Но я обращался к толпе студентов. Там могло сидеть 200 девушек, молодых, одиноких, незамужних возраста колледжа. когда когда вот эта пара была у меня студентами, у меня в классе было по 400-500 студентов. Я обращался просто к ним как к студентам. Идете на свидание, будьте настоящими собой. Я говорил девушкам, слушайте, не затягивайте пояса слишком, не выделяйте свою талию. Не добавляйте сюда повыше ничего дополнительного. Будьте тем, кто вы есть на самом деле. Потому что когда он женится на вас, он узнает, кто вы на самом деле. И если он не сможет любить вас такой, какой вы есть на самом деле, кому вы нужны? Найдите того, кто будет любить вас настоящего. Будьте самим собой. Да, вы можете делать самое лучшее, чтобы выглядеть хорошо, быть хорошим, но будьте настоящими. Не просто являйте себя физически, честно, но будьте честными в том, что вы любите, что вы не любите, какие у вас мечты. Мы должны быть настоящими. Слушайте, истина в том, что мальчики и девочки отличаются. Люди, они все разные, но те, которые успешны посреди нас. Мы научились быть благодарными за то, что все разные. И мы научились понимать, что это нормально отличаться. И мы не пытаемся воевать с этим миром, чтобы все и везде подходили для нас. Павел здесь говорит, что церковь должна прийти в зрелость. Люди должны возрастать. И 14-й стих говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Люди ведомы доктринами периодически. И Павел считает, что это нехорошо. Он хочет, чтобы мы возрастали и становились более зрелыми. И 15-й, 16-й стихи и потом перерыв. Но истину говорите любовью. Он говорит, говорите истину в любви. И слово истина севрита эмет. Если вы к буквам обратите внимание, начинается с первой буквы алфавита, потом с половинчатой буквы, которая посередине алфавита, из последней буквы алфавита еврейского. Эмет. Это сумма всех вещей, всего. Мы во всем должны проявлять себя честно и достойно. И возрастать в Мессию, кто есть глава. И Павел говорит, что тело, церковь, это мы, а Иисус это глава. И он хочет, чтобы его мысли руководили нашими действиями, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. И если я понимаю Павла правильно, он отличается от многих религиозных людей. Есть церкви Святого Павла и они католические церкви. Есть церкви Святого Павла и они православные. Святого Павла Баптистские и Святого Павла Лютеранские церкви. И у каждой свои традиции. И Бог благословляет их всех и это нормально. Но если я правильно понимаю Павла, тело Христа ну очень отличается разнообразно. Оно создано из разных людей, разных культур, и эти люди разные имеют разные дары. Но каким-то образом по благодати Божьей мы работаем все вместе и тело растет. и какое применение из этого всего для мессианского мира? Все должны в кипах ходить? Все должны носить цицит? И все должны кашрут соблюдать? А как Богу больше нравится, когда мы говорим Ишуа или Иисус? Как мы себя являем этому миру, представляем? что неевреям, которые каются, надо быть более евреями, чтобы соответствовать Богу? Так что надо сделать? Неевреям стать более евреями или евреям перестать быть более евреями? Когда я принял Христа годы назад, мне говорили, ты больше не еврей. Ты больше не еврей. Ты был евреем, но сейчас ты христианин. И сейчас у тебя больше ничего общего с еврейством. Ты более не еврей. Это смешно, потому что когда я продолжал принимать душ, я все таки видел, что я обрезан. И что означает ты не еврей больше? Я никогда не падал на свои колени и не говорил, Иисус, прости меня за то, что я был евреем. Я обращенный еврей. А потом я решил, нет, я не обращенный еврей. Я обращенный грешник и грешник. И не грех быть евреем. Я никогда не падал на колени и не просил Христа простить меня за то, что был евреем. Потому что Иисус мог бы сказать, послушай, я тоже еврей, в чем проблема? Не мое еврейство было моей проблемой в жизни, мои грехи были проблемой в моей жизни. И я смирился и нормально отношусь к тому факту, что я еврей, который принял Иисуса. И мне комфортно с моей культурой и с моим наследием. Я принял Иисуса. Я изучал теологию в университетах. И мне комфортно стоять и быть самим собой. И делиться тем, что я изучил в университетах. Делиться тем, что я выучил из своей еврейской культуры. Делиться с вами тем, что у меня было личным опытом. Следование за Духом Святым. Я научился комфорту того, что я еврей, следующий за Иисусом. И для меня комфортно и нормально, что вы не должны быть мной. И для меня это нормально. Послушайте. Я раввин в мессианской общине, но людям не обязательно ходить в мессианскую общину, чтобы получить спасение. Людям не обязательно присоединяться только ко мне, чтобы быть хорошими. Они могут быть хорошими где угодно. Я просто благодарен за всю ту помощь, которую я могу послужить и сделать, и которую мне могут послужить. Но есть много разных людей, которые следуют совершенно разным служениям и тому, что откликается в их сердцах. И я научился быть евреем, который следует за Христом, который был евреем, будучи мессианским евреем. И я научился этому в общинах. Люди могут прийти из языческой культуры. Они влюбляются в Христа. Они чувствуют призыв следовать и быть, стоят рядом с еврейским народом. Принимать участие вот в этом новом видении, в одном новом человеке с разрушенной между нами стеной. эти люди не должны становиться как я. Мы каждый должны найти Божий план и волю для нашей личной жизни. И мы должны не забывать, что Он, начавший доброе дело в нас, Его же и доведет до конца. Что бы это ни было. Мы сейчас берем период.